так вот такой вот интересный автомобиль приехал к нам на ремонт сейчас мы узнаем у ребят какие у него проблемы это у нас manta gx 41 680 с колесной формулой 8 на 4 680 лошадиных сил с двигателем v-образной восьмеркой вы кстати такой автомобиль разбирали недавно я в конце видео покажу может кому-то нужны запчасти я так понимаю на него не так уж легко найти ветер сегодня сильный забывает зерк Слушай, а что за тип мотора, ты не знаешь, просто V-образная восьмерка. 28-26, если мне не изменяет память, насколько я вчера пробивал. Интересный такой. Я тебе сейчас точно расскажу. А потом на табличке посмотрим, все равно, что вы полезете туда. 680 лошадиных сил. Слушай, интересно так. Выглядит это все. Звер. Прям зверь. Кто с такими сталкивался? Есть такие у нас подписчики? Кто сталкивался с таким мотором? V-8! Так. Посмотри, у них тут осталось шайку, чтобы они не потеряли. Ох, ё-моё! Короче, смотрите. Насос у нас живет четко внизу. Вот этот проводок, это на зиме идет. Потом четко под низу уходит. Зиме я одно нашел, значит, скорее всего, это не CP9. И разбирается. И разбирается, скорее, если не с развал. Как минимум начать с компрессором. Я думал, сделать фототканем, попробовать. Корпус или труб выделать? Нет, проще будет компрессор тебе снять. Не подвесу, да. Проще тебе будет снять компрессор. Тут, в принципе, дело не хитрое. Сливаешь антифриз, в первую очередь. Вот эти трубочки убираем. Откручиваем вот здесь вот болты и его нахуй. Все. То есть он, по сути, держится в руках. Здесь вот так. Гуру откручиваешь ты. Вот так вот, если это пойдет куда-то в сторону. То есть вот эти трубочки именно снимаешь. Потом, вот эти лопалты и здесь, соответственно, от компрессора все. Компрессор убираешь и все. Наверное, выйдет. А мне еще надо сказать. Форсунком тут тебе понятно, да? Да, форсунком разобрался уже. Украина, мне было бы хватить бесконечно. Развал почти все, да. Рейки снимать, капруса снимать, все снимать. Я думаю, здесь, в принципе, даже не надо что-то сейчас выборочно. Тут надо просто так слева-направа все сдирать. Ну да, я думаю, что можно тогда начать с этой стороны. Да, и все сдирать. Сначала. А потом уже как все пойдет. Ну, компрессор все равно не снимать. Да, компрессор снимать. Обязательно. Так, у вас с антифризом. Антифриз. Вот надо, да. Добраться до форсунка. Если не где-то форсунок. Ну что себе, на капиталочку такой бы? Нет? Ай, бля, ну нет нафиг. Клево, да, двигатель. Прикольно, конечно, все укомплектовали. Двое мозгов, да? Да. Два блока ЕДЦ. Право-лево. А если просто форсунки снять, все равно антифриз сливать? Да, да. Потому что тут все трубки эти мешаются. Уже не говоря о насосе. Чтобы насос достать, так это надо. Есть развал, а там вообще интересно. Это так должно, так и было, да? Да. А что там? Прикольно просто, почему антифриз они заглушили все равно. Ну да. Наверное, с прогревом у него, наверное, проблемы, да. Должны быть. Просто воздушка-то где-то должна же быть. На бочок уходи туда. Оттуда или оттуда? Вообще, внизу, наверное, с того радиатора. А ниже, у него радиаторы тут и тут стоят. Оба охлаждения. Вон с того сливаешь, и это все туда уйдет. Ну, только у нас приготовили две бочки, скорее всего. А не, ну, прям мяло. Бочек двух не хватит, по-моему. А что там? Сейчас увидишь. Так, ну, процесс потихонечку идет. Отсоединили здесь шланги. Ну, слили, конечно, антифриз. Процесс идет. Будем потихоньку снимать, потихоньку делать.